Я, Дегтяренко Николай Леонидович, пенсионер МВД, полковник запаса, обращаюсь к Генеральному прокуратуру Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу и председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу. Я уже исчерпал все возможные формы обращений и жалоб во все существующие инстанции, начиная от ГСУ, МВД, Следственного комитета ФСБ и прокуратуры на областном уровне, также Следственного комитета МВД на федеральном уровне и заканчивая обращением к президенту Российской Федерации. В прошлом году в июне месяце меня задержали по части 3 ст. 159 и закрыли в СИЗО, под заявлением гражданки Соловьевой, которая заявила, что совместно с ней обманывал иностранных граждан, и это несмотря на то, что у меня с ней не было никаких приятельских отношений. Более того, я отправлял обратившиеся ко мне иностранных граждан по факту их обману с ее стороны в прокуратуру или полицию, так как там было явное мошенничество. На данный момент у нее свыше 100 эпизодов и ущерб более 6 миллионов рублей. Данное заявление – это желание уйти от полной ответственности за содеянное, заключив досудебное соглашение. В результате чего она осталась на свободе, а я 27 лет, отдавший служение Родины, имею 3 детей, 1 несовершеннолетний 10 лет, постоянное место жительства закрывает СИЗО. С первых минут моего заезжания руководитель группы подполковника Жданов сказал мне в присутствии моей супруги, что если я дам любые показания преступных деяний Межуеву Николаевичу, то есть по существу оговорю ее, то отпадет надобность в обыске и мне не придется даже ходить из дому для допроса. Я не буду рассказывать, что за это время пришлось пройти мне и моей семье. Это морально-психиологическое давление на меня, мою жену и детей. Допросы при гипертоническом кризе без адвоката. Поддельная медицинская отправка о том, что я полностью здоровый после того, как меня в больницу доставил в резонационный автомобиль, так как скорая помощь боялась перевезти меня, опасаясь за последствия столь высокого давления. Эта сплавка была выдана врачом по требованию оперативника Терентьева и следователем Лобановым, который в последующем, боясь ответственности, он ее порвал. Копия имеется. Звонок оперативного сотрудника Терентьева моей жене с требованием заставить меня дать нужные показания, есть распечатка вызова его телефона. Постоянный запуганник, что будет со мной и моей семьей. Увольнение моего сына под давлением, под собственным желанием, в связи с тем, что он привел мне адвоката, капитан юстиции, 13 лет выслуги. А слова президента Российской Федерации о том, что «радуйтесь, что дело возбудили меня в Саратове», где уже, по моему мнению, главенствует не ОПК, а какие-то другие формы расследования дел подтверждают это. Когда моя супруга 14 сентября на личном приеме у начальника ГСЛ генерал-майора юстиции Сутягина в письменной форме изложила все данные и факты, даже указала на то, чтобы как бы надавить на мужа и взяли учебный ноутбук у сына в возрасте 10 лет, в котором кроме учебной программы ничего не было. Он обещал разобраться, дать ответ и вернуть ноутбук. При этом заявил, что такого не может быть со стороны данных сотрудников. И когда через неделю был задержан подполковник Жданов по части 6 статьи 290 и вымогательства взятки, по сей день нет никаких ответов ни от начальника ГСЛ, ни от других служб. А следователь Лобанов заявил, что получил указание ничего не возвращать. Электронные обращения, которые отправлял Следственный комитет МВД России, были перенаправлены сюда же и тоже остались без ответа. Только после обращения к президенту Российской Федерации в марте этого года от ГСУ МВД по Саратовской области пришел ответ, почти дословно. Что по моему делу работают квалифицированные адвокаты. Дело находится на стадии ознакомления. Далее оно поступит в прокуратуру и в последующем в суд. Но обращение никто не спрашивал про профессиональные действия и сколько и какие адвокаты принимают участие в моей защите. Это настоящая отписка, даже несмотря на то, что указание разобраться по существу обращения пришло от администрации президента. Это как можно исполнять государево дело, если даже главу государства пытаться обмануть, а по-другому здесь и не скажешь. Только можно позавидовать такому бесстрашию, за которым в целом кроется что-то более серьезное и опасное, и, наверное, страшное. Это то, что данные сотрудники не изменятся и будут также своими действиями дискредитировать органы власти. Надеяться на то, что суд разберется, можно было бы, если бы дело велось в соответствии с УПК и не было бы ангажированного кем-то, состоящего в руководстве. Уже есть недавний пример, когда девушка сидела 5 лет по сфабрикованному делу в Саратовской области. Для того, чтобы меня повторно закрыть, так как отдать должное суду в апелляции, я был отпущен под домашний арест, так как суд счел в лишении меня свободы чрезмерной меры. Тогда мне пенсионеры предъявили часть третью статью 286 и превышение должностных полномочий через пособничество и вменили мне упущенную выгоду для ФГУ, ПВС, МВД на весь доход моей автономной некоммерческой организации Фонд ветеранов органов внутренних дел за все время ее существования. При этом не учитывая нерасходную часть, в которой львиной доли от нее было получено все тем же ФГУ, ПВС, МВД. На площадках арендума и оплачиваемой организации безвозмездно три года сидела организация УФМС, ГУ, МВД по Сарабской области. А сколько было оказано материальной помощи ветеранам и той же организации УФМС? Это миллионы денежных средств. Но это неинтересно вследствие. А между тем, ФГУ, ПВС, МВД является почти структурным подразделением Министерства внутренних дел России. Руководитель ФГУ назначает министра МВД и заключает с ним контракт. Его заместитель и главный бухгалтер назначает по согласованию с МВД России. В регионах директора филиалов назначают по согласованию с территориальным органом МВД России. В 2020 году ФГУ создал фонд содействия МВД России, от которого 38% чистой прибыли автоматически отчисляется для материальных и технических нужд МВД. Вопрос. Тогда на каком основании ГСУ, который также получает из этого фонда деньги на материально-техническое обеспечение, ведет дело в интересах ФГУ, ПВС, МВД России, который представлен здесь потерпевшим? МВД России, согласно действующему УПК, следователь не может участвовать в производстве уголовного дела, если оно является в этом заинтересованным, то есть он сам является потерпевшим. На местном уровне это никто решать не хочет, тем более передать независимый орган на расследование в Следственный комитет России. Должна же быть какая-то беспристрастность в расследовании данного дела. В данном случае нет никакой надежды на справедливое и честное расследование. Никому ничего нового не скажу, то, что на уровне руководства силовых ведомств существует определенная форма не вмешательства в деятельности других подразделений. Суть в том, что никто не хочет портить отношения друг с другом, тем более, когда определенная ситуация неоднозначна. При знакомлении с материалами делом еще раз убеждаюсь о ангажировании этого расследования, так как там имеются материалы 15-летней давности по служебной действии того же межую, а также наличие сфабрикованного материала, когда деяние одного человека приписывается другому, что еще раз подтверждает заказной характер. Я прошу у вас одного передать материал для расследования в независимый орган на расследование Следственный комитет России для активного и справедливого расследования в соответствии с нормами УПК. Что касается выше приведенных фактов превышения своих служебных полномочий со стороны сотрудников, я полностью это подтверждаю и несу за это ответственность. С уважением и надеждой на справедливое и честное расследование честь имею.